Здравствуйте! В студии программа интервью дня. Я Глеб Полянский. В Алтайском государственном художественном музее запустили уникальное приложение дополненной реальности «Артефакт». И сегодня мы поговорим о нем подробнее с младшим научным сотрудником музея Ольгой Поповой. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна! Здравствуйте! Ну, для начала, я думаю, стоит пояснить, что такое, в принципе, дополненная реальность. Что позволяет делать это приложение? Ну, дополненная реальность, да, что такое? Когда ты приходишь в музей, ты можешь не только посмотреть на экспонат, но и узнать какую-то информацию, так сказать, создать какой-то образ, увидеть образ этой картины или этого предмета. Откуда вообще пошло такое? Да, ну, естественно, первый опыт был за рубежом создания подобных программ. Также вот QR-коды очень распространенные сейчас. Да, уже очень популярные, да. Да, можно заметить даже на вывесках их по городу. В том числе и в музейной сфере тоже это присутствует. Ну, ведь данное приложение работает не благодаря QR-кодам, а там какие-то специальные метки, насколько я понимаю, стоят. Ну, то есть, как это выглядит в реальности? То есть, это мобильное приложение, ну, есть и веб-интерфейс, насколько я понимаю, но в основном это мобильное приложение, которое можно скачать в App Store, если на iPhone, да, или если телефон на Андроиде в Google Play. И, собственно, как оно работает? Да, это приложение отличается от этих QR-кодов. То есть, как мы узнаем о том, что экспонат есть в данной программе, в данном приложении? Около всех экспонатов имеются этикетки, и на этой этикетке имеется метка. Это такой чёрный квадратик с буквами английскими AR, что значит Argumented Reality, то есть, дополненная реальность. Скачав это приложение, то есть, мы заходим, наводим на сам предмет, и там уже мы видим информацию. То есть, на картину вот так? Да, ну, на картину или на скульптуру, смотря какая выставка. И там видно информацию. Большой блок информации содержит о самом авторе произведения, там различная информация. Также на картине имеются точки, наводя на которые можно узнать какие-то интересные факты, которые, ну, в интернете вряд ли вы найдёте. Это именно специалисты, проводя искусствоведческий анализ, записывали туда эту информацию. А, то есть, это именно такая уникальная информация, которую так быстро не загуглишь? Да, суть в том, что это уникальная информация. Там можно узнать именно из искусствоведческих… Источников. Да, из искусствоведческих источников. То есть, в интернете просто так сложно найти такую информацию. То есть, здесь не работает такое убеждение, что да, я вот сейчас в Википедии всё быстренько прочитаю, и всё узнаю об этой картине. Абсолютно не работает, потому что именно научные сотрудники этим занимаются, специально писали какие-то работы, чтобы вот… Ну, кроме того, далеко не обо всех произведениях искусства есть информация в той же Википедии или вообще даже в интернете. Абсолютно. Да. Хорошо. Ну, немного истории. Как началась эта работа? То есть, как музей, который, в принципе, является таким хранителем традиционного академического искусства, пришёл к мысли, что не помешают нам современные компьютерные технологии? Ну, современные технологии не помешают нигде, ни в какой сфере сейчас. Я согласен. Первый век всё-таки. Ну, с чего всё началось? В мае этого года в Москве проходил очень крупный фестиваль музейный. Называется он «Интермузей-2018». Наши сотрудники, естественно, там присутствовали, и впервые там они увидели, услышали о таком приложении. Само приложение очень долго разрабатывалось, в течение года шла работа, и работает оно примерно год. В первую очередь там, естественно, это крупнейшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, за Уралом мы одни из первых, кто в этом приложении зарегистрировался, кто прошёл всю модерацию. Там очень сложный путь, чтобы попасть в это приложение. Ну, и таким образом мы начали работу в Барнауле. Ну, мы одни, мы первые, кто запустил это приложение в своём музее. Но ведь, я уж не говорю про такие музеи, как Эрмитаж государственный и так далее, но ведь в любом музее, в художественном музее Алтайского края, в том числе, тысячи единиц хранения, их все нужно описать или пока в приложении далеко не все из них занесены? Естественно, далеко не все экспонаты занесены в приложение. Мы отбираем по принципу постоянных экспозиций, то есть те предметы, которые находятся в постоянной экспозиции, у нас присутствуют в этом приложении. То есть человек увидел дома, посмотрел дома с помощью приложения, что есть, и может в любой момент прийти и увидеть этот экспонат. То есть это не какие-то временные выставки, которые мы уберём быстро в фонды, а это то, что в постоянной экспозиции находится. Ну, или в экспозиции, которая очень долгое время представлена в залах. Ну, а возможно ли будет в дальнейшем в этом приложении наблюдать те произведения, которые вот участвуют в привозных экспозициях? Я думаю, да. Со временем мы будем пополнять. То есть, в принципе, информация же, наверное, привязана к произведению, а не к музею. И можно, грубо говоря, вместе с произведением искусства ввозить вот эту метку, которую будет считывать приложение. Да, там сама суть приложения, то, что мы там регистрируем не конкретно музей, здания, нет привязки к месту, это привязка к выставке. Вот есть выставка, и в каком бы она месте ни находилась, она всегда будет отображаться как выставка Государственного художественного музея. В любой момент можно её найти там. Ну, до сих пор у нас такая большая IT-индустрия ассоциируется с какими-то западными гигантами, с Силиконовой долиной. Но ведь, насколько я знаю, это приложение — это российская разработка. Да, это абсолютно российская разработка. Это разработка Министерства культуры совместно с порталом «Культура.РФ». Именно они занимались разработкой и внедрением этого приложения. Ну и поскольку это проект государственный, участие музеев в нём абсолютно бесплатное. То есть мы просто регистрируемся и добавляем информацию. Абсолютно никаких проблем. А, то есть добавляют информацию сами научные сотрудники музея, да? Естественно, да. Там очень долгий процесс модерации, там всё подтверждают. А проверяют? Проверяют всё. Верификация она? Да. С нами специалист даже созванивается. То есть мы ему на почту отправляем письмо, он нам перезванивает, и мы уже непосредственно консультируемся с ним по телефону. А, то есть технический специалист, который непосредственно внедряет это всё в программу? Да, да. Мы очень часто с ней связываемся. Ну ещё такой вопрос. По мобильному приложению более-менее понятно, но, насколько я знаю, и вы мне об этом говорили, что можно заходить и через веб-интерфейс с обычного домашнего компьютера. Как там выглядит приложение? То есть можно ли сказать, что какую-то экспозицию можно посетить, не выходя из дома? Ну, на самом деле информация выглядит точно так же, как на экране смартфона. Абсолютно никаких различий нет. Но суть в чём? Когда вы находитесь на экспозиции и видите картины, вы видите гораздо больше, чем есть в этом приложении. Дома вы можете посмотреть, создать себе картинку, что посмотреть, на что в первую очередь обратить внимание, и уже идти в музей и непосредственно смотреть подлинники. Ну, понятно, что таинство общения с подлинником, его никакое приложение не может заменить. Но, тем не менее, а вообще в музее нет такого мнения, что такие приложения в дальнейшем заменят традиционных гидов? Или нет тут внутренней конкуренции? Это очень часто задаваемый вопрос на самом деле. Нет, нету такой стояния. Но мы же все боимся, что роботы нас всех заменят. Ну да, судя по всем фильмам. Вот это киберпанк-будущее, которое нам рисуют, оно не всегда бывает радужным. Но чаще всего не радужным. Но, тем не менее, как в музее на это смотрят? Нет, мы не боимся, потому что, опять же, никогда никакое приложение не заменит общение с живым человеком. Потому что те люди, которые осознанно приходят в музей, они хотят окунуться в эту атмосферу. И общение с живым человеком, это, естественно, дополняет больше, чем любая дополненная реальность, чем любое приложение. Это приложение рассчитано на привлечение людей в музей, чтобы посмотреть, прочитать, заинтересоваться и уже непосредственно пойти, узнать, пообщаться с экскурсоводом, узнать больше информации, чем находится в приложении. Потому что там очень ограниченное количество информации, которую можно туда занести. — Ольга Евгеньевна, я благодарю вас за интересную беседу. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» была младший научный сотрудник Алтайского государственного художественного музея Ольга Попова. Скачивайте приложение о дополненной реальности «Артефакт» в Google Play или App Store и повышайте уровень своей культурной грамотности. До встречи в эфире!